Девушки отдыхают Неприятно это говорить Моя дочь Она Очень хитра Непредсказуема Если она причастна к исчезновению Наташи То появление фоторобота Может подтолкнуть ее К какому-то ужасному поступку Ура Ура, ура Зачем вам ноутбук? Я хотела посмотреть новости Артур Игоревич не велел А я что в тюрьме? Вы в доме любящего мужа Он лучше знает, что для вас хорошо Я просто хотела посмотреть Светскую хронику Кто с кем развелся, кто женился Это же интересно Артур Игоревич заботится о вас А вы не цените Вам нужно думать о своем здоровье и о ребенке И не нужны вам никакие новости Да я думаю о своем здоровье и о ребенке Ничего страшного бы со мной не случилось Если бы я посмотрела Вам вредны электромагнитные колебания Дайте пройти Врач так сказал Извините О электромагнитных колебаниях не подумай София, мне так жаль, что я ничего не помню из прошлой жизни Артур мне рассказывал, что мы очень с тобой дружили И часто ездили отдыхать вместе Да, это правда Ты обожала кататься на водных лыжах И есть пирожные с кремом А еще ты была страшной модницей Мы с тобой каждую неделю выбирались по магазинам Я модница? Да А какой стиль я предпочитала? Классический Но иной раз ты могла одеть что-то ультрамодное Особенно на свидание к Артуру А чем я еще занималась? Профессия какая у меня была? Я, может, где-то училась Ай, ну зачем тебе учиться? У тебя же все есть Свой главный диплом ты получила, выйдя замуж за Артура Мне всем так везет Правда? Мне правда так хочется все вспомнить Иногда так тревожно у меня сердце Прямо подступает А сегодня Мне сегодня сон приснился Как будто я Я лежу на берегу реки А вокруг моей шеи Змея обьивается Она скользкая Такая холодная И она все сильнее и сильнее сжимает мое горло Ну что ты, что ты Не драматизируй С беременными такое бывает Вот, например, одной моей подруги, когда она была беременная Ей каждую ночь снились уродливые карлики А потом она родила и все прошло А я с той твоей подругой дружила? Нет, вы даже не были знакомы Ты вообще была несколько замкнутой Я, можно сказать, исключение исправил Знаешь Я очень рада, что ты с нами живешь Вот муж вроде бы меня любит Но так тут скучно бывает порой Что ж сбежать хочется Ну куда тебе бежать? А главное зачем? Ты же так всегда любила Артура Вот, например, один раз он уехал в командировку А вы еще тогда полгода как были женаты Так ты легла на диван и практически не вставала до самого его приезда Даже мне не удалось тебя расшевелить Ничего себе Это я его так любила Да? А разве ты сейчас его не любишь? Люблю, конечно Просто мне порой кажется, что мы с ним Как случайные попутчики, оказавшиеся в одном вагоне поезда Ну ничего, ничего Время пройдет И все вернется на круги своя Я говорил тебе, что ты похожа на богиню Ты говорил, что я похожа на женщину твоей мечты А женщину мечты надо почаще радовать Давай свою руку и закрой глаза Зачем? Ты счастлива? Конечно Я была бы счастлива, если бы все вспомнил Дорогая моя, не грусти Не все в наших руках Если Господь посылает тебе испытания, значит он верит, что ты его выдержишь Давай наслаждаться сегодняшним днем За тебя и за нашу малышку За нас Артур Расскажи мне, пожалуйста Обо мне А что ты хочешь знать? Мне были подруги, друзья А где они сейчас? Ты такая страшная натура И когда мы с тобой познакомились Ты настолько увлеклась мной, что обо всех позабыла Ну, я тоже Ничего не помню Да, мы были единые целые долгие годы Ты еще дружила с Софи Ну, она и сейчас с тобой А скажи мне А как мы с тобой встретились? Когда познакомились? Ты только окончила школу А как мы встретились? О, а как встречаются? Где встречаются люди? На вечеринке Я праздновал свой день рождения И София привела тебя Ты была в такой смешной майке Помню, сказал Какая красивая подруга у моей сестры Ты рассмеялась, а я пригласил тебя на танец Играла музыка Челентана, мы танцевали Это была любовь с первого взгляда Может, мне послушать эту песню? Я все вспомню? Да, конечно, я поставлю Ну, позже чуть-чуть А скажи мне А где я училась? А, малыш Ну, я и так тебе уже рассказал Больше, чем рекомендовал доктор Посмотри Посмотри Какую красивую кроватку Я присмотрел на нашей малышки Красиво Правда? О чем вы говорили с Наташей в саду? Да так О всяких пустяках О каких пустяках? Она опять принялась Расспрашивать меня о прошлом Я говорила только общие вещи Я не виновата, что она такая любопытная Мне не нравится твоя интонация Я слишком хорошо тебя знаю Да, любовь ослепляет Ты неадекватно воспринимаешь действительность Ничего такого я не сказала Мне самой невыгодно, чтобы она все вспомнила И взбунтовалась Слушай, если ты только предпримешь Нет Если ты только подумаешь обидеть Наташу Я тебя уничтожу Я не из тех людей Которые плюют в колодец Из которого пьют Да ничего я не собираюсь предпринимать Я наслаждаюсь здесь Покоем и достатком Я не хочу это потерять Зря Зря мы это затеяли Я чувствую себя подлецом А что, если вдруг она все вспомнит Она же меня возненавидит Она тебя любит Мне так не кажется Я женщина, мне виднее Наташа Похожа на маленькую девочку Которая заблудилась в темном лесу Иногда мне ее так жалко Она же мне доверяет Ну ничего, ничего Скоро родится ваш ребеночек Ей будет не до воспоминаний Слушай, не неси чепуху Ты меня спровоцировала Разыгрывать весь этот Дешевый спектакль А надо было сделать аборт Это что? Аборт серьезная операция Шок может пробудить воспоминания А так, ребеночек Только укрепит ваш союз Ну не печалься, братец Вот Еще одна ошибка Мне не следовало тебя называть сестрой Мы с тобой совершенно не похожи Ты первый начал Я тебе просто подыграла Ну чего? Чего ты хочешь? Чем ты недоволен? Ты ее хотел? Ты ее получил? Обещай мне Что ты ничего не расскажешь Наташе Да я клянусь тебе Но подумай Какой мне смысл выдавать тебя Я же тут же попаду в лапы полиции Они меня тотчас же обвинят в исчезновении Бондарчук Ладно Увидимся Дурак Как только представится возможность Я съем твою поломойку Как лиса глупую куропатку Отдайте Филу С какой-то радостью Что вы себе позволяете? А вы? Я принесла фен Хозяйке Посушить волосы Артуру Игоревичу это бы не понравилось Не много ли вы на себя берете? Я только выполняю инструкции Артура Игоревича Верните фен С чего это? Мадам видно хочет чтобы я позвонила Артуру Игоревичу Значит Петр считает что прежде всего надо узнать мотив похитителей Потому что именно это гарантия успешного поиска Наташи Он уверен что Наташу похитили? Нет Ну это одна из версий На самом деле допрошены десятки свидетелей Есть уже пару зацепок Ну это пока тайна следствия Какие зацепки Рита? Два месяца вообще никаких результатов Тоже мне следователь Да ты что настоящий профи Между прочим он в девяностые мафиози брал Да у него даже шрам есть от пуль А ты знаешь где у него шрамы? Да Вот здесь вот там вот прям под сердцем Ты что их видела да? Нет Ну мне Петя рассказал То есть он теперь для тебя Петя? А что мне его Павликом называли? Так ладно Он что нибудь конкретное сказал? Нет я знаю тоже что и вы Короче все это бесполезно Да ну не правда Между прочим Наташина дело уже содержит около ста страниц Если бы вы знали сколько Петр туда вложил Со своих сил Рита У тебя ужин стынет Да при чем тут ужин? Вот увидите Вот увидите Петр близок к разгадке Он сейчас и телевизор не смотрит Спортзал не ходит Книжек не читает Он полностью погружен в поиски Наташи А ты оказывается неплохо его знаешь Молодец Рома Ой ладно ребят Давай чай лучше приготовь А что я ничего-то не то сказала что ли? Да слушаю Здравствуйте Если вы не против я сразу перейду к делу А я хотел бы привлечь вас к поискам Натальи Мондарчук Вы в курсе что случилось? Да конечно события так громко Такой человек пропал Знаете я с первых дней трагедии слежу за этим делом А новости которые передают Весьма невнятные да Да но полиция не знает где ее искать Ну почему вы только теперь обратились ко мне? Дело в том что Полицейские обещали найти ее быстро И мы возлагали на них большие надежды В общем Максим помните песня была Моя милиция меня Что вы имеете ввиду? Только то что я не полицейский И мои методы работы гораздо действеннее Я надеюсь Да мой успех прямо пропорционален моему гонорару Договорились Да я с вами свяжусь Дедка Что случилось? Тебе нужно ездить за двоих А ты даже не притрагиваешься к пище Мне надоело что ты постоянно меня контролируешь Я заботюсь Да это доходит до абсурда Я никуда не могу выйти За мной постоянно таскается Это Грета Родная моя Я уже кажется тебе все объяснил Почему? Тогда объясни мне почему у меня нет мобильного телефона Потому что радиоволна негативно Сказывается на твоем здоровье Я хочу пройтись по магазинам Пожалуйста напиши список необходимых вещей Тебе привезут домой А почему за мной все время ходит эта Грета? Да не вопрос Ну не нравится уволен на мем другую Нет с тобой невозможно разговаривать Ты зачем пришла? Я твой друг И тебе нужна моя помощь Мне не нужна ничья помощь Мне замечательно одной А вот мне так не кажется Тебе плохо Тем более я обещала Саше Что я тебя не брошу Обещала папе? Да А ты знала что он собирается сделать? Все из-за этой болезненной овцы Я же видела как он на меня смотрит Говорит грубости А смотрит на меня со страстью Ну он сказал тебе что любит Катю Если бы он Катю любил Он бы не переспал со мной Да это обычное дело по пьяни Ой Я просто думаю что он с ней только из-за жалости Вот лежала бы Катя в коме У нас бы с ним все склеилось То есть единственное препятствие Катя Ну а кто же еще по-твоему? Ну так убери ее и будь счастлива Катюша родная Ты бы знала как же ты мне надоела Ничего себе Я-то думаю кто здесь шуршит А это крыса Привет Сколько лет сколько зим Привет А ты чего там шприц спрячешь? Ивана Ты что здесь делаешь? Пришла проведать тебя А шприцы видимо И витаминный коктейль Сейчас мы проверим Да уберите руки Я ни в чем не виновата Вы нарушаете мои права Да я ничего не сделала Ну Ты спасла Кате жизнь Анализ показал Что в шприце был препарат Из группы цианидов Какая же гадина ты Ивана Спасибо тебе Катя для меня как родная дочь Честно говоря Мне Мне очень неловко За что? Этот случай показал Что у нас не больница А проходной двор Завтрашнего дня Усилим охрану Главное что Ивану посадят Причем надолго Так что она не сможет Портить Кате жизнь Эх не сладко ей придется Пап Папочка Спасибо тебе Ты Ты подарил мне свое сердце Ты мне дал шанс Ты так хотел Чтобы я жила Я обещаю тебе Я обещаю тебе Что я буду жить Ничего бы мне это не стоило Я стану счастливой Я смогу Я смогу Алло Андрюш Я тебя так люблю И я соскучилась. Приходи скорей. Привет, Санцы. Ты здесь? Здесь? Как? Я следил за тобой все это время. Старался не выпускать из виду. Надо же. Я ничего не замечала. Когда ты была в тюрьме, я заплатил Мартынову, чтобы он помог перевести тебя в психиатрическую лечебницу. Зачем это было нужно тебе? Потому что я люблю тебя. Ты приехал сюда из-за меня? Конечно. Ради тебя я готов на все. Мне никто никогда не говорил таких слов. Когда я попала в тюрьму, никто из моих близких даже не попытался помочь мне. Только ты. Ну что ж, девчонки, добро пожаловать домой. Слушай, здесь даже запахи родные. У меня такое ощущение, что я здесь всю жизнь жила. Катя, я обещаю, что никогда тебя не брошу. Я всегда буду берегать тебя и дочку. Ты никогда не заплачешь от страха или горя. А если заплачешь, то только от радости. А вот сейчас я точно разрялась. Бориса, поехали со мной. Начнем новую жизнь. С чистого листа. Забудем прошлое. Я не очень хорошая компания. Мне все равно. Вокруг столько интересных, красивых женщин. Ты лучше их всех. Но у меня нет денег. Мне ничего тебе не надо. Только ты. Я давно мечтал о том, чтобы ты стала моей женой. А почему ты раньше об этом не говорил? Раньше ты бы не согласилась. Ведь я понимал, кто ты. И кто я? Королева. Я богат. Я могу дать тебе все, что ты захочешь. Но я совершала не очень хорошие поступки. Ты попала в переплет. У тебя не было другого выбора. И если честно, мне все равно, что ты там когда-то сделала. Ведь я знаю, какая ты настоящая. Какая? Умная, благородная и очень красивая женщина. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Кстати, у нас появилось несколько новых зацепок. Представляю себе эти зацепки. Ромка, вот как тебе не стыдно? Мы с Петром ищем Наташу. Вы с Петром? Знаешь что, моя дорогая? С меня хватит. Я вижу, ты прекрасно спелась с этим следаком. Ну что ж, я очень за тебя рад. Отдаю тебя в надежные мужские руки. Рома! Слушай, как же ты мне надоел со своей ревностью. Надоел? Да! А я не буду тебе больше надоедать. Я от тебя ухожу. И уезжай в Перетоп. Будь здоров. Желаю счастья. Здесь паспорт, кошелек, карточки, деньги на месте. На ограбление не похоже. Найденные улики говорят о гибели Натальи Бондарчук. Тело нашли? Нет. Надо искать. Ну, наконец-то. Люблю я эти твои теловые поездки. А куда ты летал? В Испанию. Так далеко? Да. Инспектировал свой отель. Ну, а вы тут как без меня. Чем ты занималась? Ничем. Спала. Читала. Тебя ждала. Правда, без папы плохо, да? Я вас так люблю. Тебе, наверное, не привычно кормить малышку? Ну, я учусь. Я каждый день учусь быть мамой. Я уже знаю, когда она голодная, когда она спать хочет. Когда ей весело, у нее хорошее настроение, я тоже вижу. Да, малыш мой. Я тоже быстро научилась. Она такая интересная. Я за ней наблюдаю целыми днями. Ну, я пойду. Как же я вас люблю, девочки мои. И мы тебя любим. И так счастлив. Да, слушаю. Хорошо, сейчас выезжаю. Кто это? Все хорошо. Ты куда? Не волнуйся. Ну что, вы опознали вещи, Наталья Бондарчук? Да. Да. А это мы нашли в кармане пальто. Мамин. Мне очень больно вам об этом говорить, но, скорее всего, что Наталья Ивановна погибла. Но тело не нашли. Знаете, тело утопленников могут искать годами. А вам не кажется странным тот факт, что паспорт лежал в кармане пальто, а пальто почему-то было не на ней? Сделано все, чтобы подтвердить личность погибшей. Есть такое понятие «подложные улики». Петр Ильич, это все специально подбросили. Ну, я этого не исключаю. Ну, по крайней мере, я с этим сталкивался. Петр Ильич, пожалуйста, продолжайте поиски. Даст кто-то тщательно пытается убедить в том, что она погибла, и я лично в это не верю. И пока ее тело не будет найдено, другие версии я не принимаю. Идем. Да, Максим Леонидович, моя версия подтверждается. Я просил несколько возможных свидетелей, и вот что выяснилось. В день исчезновения Наталья Ивановна заезжала в теннисный клуб. К Артуру Романову. Вот как. Вы, наверное, знаете, на берегу найдены вещи, предположительно, Наташины. Мы с Андреем были на опознании, и там среди вещей был найден ее паспорт. Не знаю, но я не верю в то, что она... Ну, вы понимаете... Но если предположить самое ужасное, кто бы мог это сделать? Неужели Артур Романов? Нет, что вы, я не думаю. Я не думаю, что Артур мог убить Наташу. И вообще, я уверен, что она жива. Да. Максим Леонидович, прошло столько времени со дня исчезновения. Если бы Наташа была жива, она бы сообщила, дала о себе знать. Да, это... Это странно как-то. Какой сегодня день прекрасный. Тепло, солнечно. Да, день чудесный. Я вот, оказывается, вязать умею. Решила связать пинеточки и шапочку малышки. Молодец. У тебя неплохо получается. Ко всем твоим талантам ты еще и рукодельница. Какие ты мои таланты знаешь? Да это я так, к слову. София, а будь добра, купи, пожалуйста, журнал для вязания. Договорились. И нитки. Но только натуральные. И в теплых тонах. Я бы, конечно, сама хотела выбрать. Ну, ты можешь довериться моему вкусу. Я прекрасно знаю, что подойдет маленькой очаровательной девочке. Спасибо. Ларис, ты только подумай. Мы бы могли вообще с тобой не встретиться. Это раз. Могли бы не понравиться друг другу. Это два. И могли бы не найти друг друга в этом мире после разлуки. Это три. Возможно, судьба дает нам шанс начать нормальную жизнь. Разве можно им пренебрегать? Лариса, почему ты молчишь? Ты мне не веришь? Хорошо. Как знаешь. Подожди. Не уходи. Открой. Неужели можно все начать сначала? За долгие годы мне никто не говорил таких хороших слов. Ты правда меня любишь? Да. Лариса, я хочу, чтобы ты стала моей женой. У нас будет настоящая семья. Дети. Но я не смогу родить тебе детей. Не важно. Мы усыновим. Главное быть с тобой. Ты позволишь? С этой минуты мы с тобой помолвлены. С этой минутой мы с тобой помолвлены. А я знала, что ты придешь. Ты придешь и спасешь меня. Значит, я тебе все-таки не безразлично. Ну, конечно, не безразлично. Ты пыталась убить Катю. Я тебя ненавижу. Ненавидишь? Ну что ж, от любви к ненависти один шаг. Ты сумасшедшая. Да пойми, то, что произошло в больнице, чудовищная ошибка. Я не собиралась никого убивать. Не верю. Не верю ни единому твоему слову. Кроме того, я здесь не для этого. А для чего тогда? Твой дядя. Где он сейчас? Как я могу об этом знать, сидя здесь? Вот, если бы ты мне помог выбраться отсюда, я бы могла узнать. Я не собираюсь тебе помогать. Но если ты скажешь, где твой дядя, возможно, что-то изменится. Он нигде больше недели не задерживается. У него отели по всему миру. Он может быть где угодно. Он говорил тебе что-нибудь о моей маме. О твоей маме? А она здесь при чем? Андрюша, я умоляю, уговори Кате, чтобы она забрала заявление. Я ведь ее лучшая подруга. Меня должны выпустить. Я ведь не виновата. Боюсь, ты меня не поняла. Ну что ж, счастливо оставаться. Что это, Андрей? Это оплата за любовь такая? Разговор бесполезен. Спасибо. Свидание окончено. На выход. Лицом к стене. Петр Ильич, я говорил с Мартыновым. Он полагает, что исчезновение Наташи может быть каким-то образом связано с Артуром Романовым. И он ведь тоже исчез? Исчез? Ну да, в городе его не видели больше двух месяцев. И есть свидетели, которые видели, что в день исчезновения Наташа заходила в теннисный клуб. Ну что ж, это очень важная информация, Максим Леонидович. По крайней мере, я теперь понимаю, почему Андрей просил у меня свидания с Иванной. Он разговаривал с ней? Ну, подробности разговора я не знаю, но мне показалось, что Андрей ушел ни с чем. Позвольте мне с ней поговорить. Может, у меня получится в ее руках сейчас жизнь Наташи? Максим Леонидович, я сам с ней побеседую. А вот в чьих руках жизнь Натальи Ивановны я догадываюсь. А почему дружок не весел? Я боюсь. Тебе нечего бояться, я же рядом. Да, ты рядом, но это первые роды в моем возрасте. Успокойся. Все будет хорошо. Ты будешь рожать в прекрасной клинике, с хорошими врачами. А почему? А почему мы решили завести ребенка только сейчас? Я просто постоянно об этом думаю. У тебя были проблемы со здоровьем, я же тебе рассказывал. Ты лечилась от бесплодия. А ты свяжешь нашей малышке вот такой сарафанчик? Странно. Мне постоянно снится какой-то ребенок. Мальчик. Лариса, прошу тебя, подумай. Возможно, судьба дает нам шанс на нормальную жизнь. Разве можно им пренебрегать? А может правда прекратить все это? И начать жить нормальной жизнью? Когда-то у меня была семья и дом. И мне это нравилось. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Здравствуй, Андрюша. Это Дед. Ты занят? Дед, привет. Рад тебя слышать. Заканчивай дипломную работу. Ну, молодец. Трудись, трудись. Это хорошо. Но я долго тебя не задержу. А маме какие-нибудь новости есть? Делаю все, что в моих силах. Знаешь, был у меня один знакомый криминальный авторитет. Вот тот бы сразу разыскал. И где он? Нет в живых. На том свете. Андрей, ты вот что. Если деньги будут нужны, ты не стесняйся, звони. Да нет, есть. Спасибо. Будут новости, перезвоню. Угу. Алло, Серый. Привет. Опять ты мне нужен. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А, то ты все время мне звонил. Давай, заходи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну давай, говори, что-то у тебя. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Смотрите, вот моя мама. Пропала почти три месяца назад. Здесь вот имя, все данные. Ее надо найти. Вот. Добро пробьем. Ты пока номерочек свой черкани, а я отзвонюсь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Лучше б в сарай отнес. Ну, добро ведь на последние гроши куплено. И ничего, вот увидишь. Подниму ферму, взращу молодняк, продам. А там и дом свой построю. И съеду от тебя. Спасибо, что приютила. Да я ведь не гоню рома. Живи сколько надо. Вот только Рита твою жалко. Здесь моя жизнь. Моя судьба. А Рита? Рита поживет с кем хочет и как хочет. Знаешь что? Таких, как твоя Рита, еще поискать надо. Хорошая она. И правильно делает, что заботится не только о себе. Вот, вот. Подопечных у нее хватает. Все, кроме меня. Это ты про Наташу, что ли? Так как же ей не беспокоиться, когда мы все как на иголках-то, а? Да я не про Наташу. А про кого это? Есть там один. Комиссар Мегре. Бегает к нему по три раза в день. Следствию помогает. Чего? Да я б сама к нему бегала, лишь бы Наташу найти. Эх ты. Воображение у тебя, Рома, богатое. Только ты свою жену, я смотрю, совсем не знаешь. Ни с таких она. Вот это вот все просто женская солидарность. Чего? Угу. Вот бы треснуть бы тебя в полбу. Она небось там убивается, где муж мой ненаглядный. Живли, здоровли, а он... Солидарность. Да, солидарность. Андрей кричал, вы кричите. За что вы со мной так? Хорошо, Иванна. Значит, по-хорошему ты не хочешь. Вспомнила. А дядя Артур полгода назад купил виллу на Балканах. Возможно, он там. Адрес. Я вам дам, а вы сообщите ему обо мне. Ты мне условия будешь ставить? Нет. Я просто уже устала находиться здесь. А когда ты в шприц яд набирала, ты себя хорошо чувствовала? Адрес. Он в телефоне, но телефон, наверное, уже разрядился. Ничего, зарядим. Как он там записан? В заметках. Там дядя. Петр Ильич, умоляю вас, сообщите дяде, что меня в тюрьму посадили. Иванна, ты сама себя сюда посадила. Покушение на жизнь человека – это очень серьезно. И ты ответишь по полной программе. Это я тебе обещаю. ЛИРИЧЕС КОНЕЦ ИЭТ Kinda СИНОЛЬКО ЭЛОРВЕРН Когда я не yolks, vai. Он победил царян и demons так,ilos lifelong. Субтитры подогнал «Симон»